Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ «Время новостей». В студии для вас работает Айнур Мирханова. В поселке Рудничный Алматинской области реализуются сразу две государственные программы – Дорожная карта занятости и развитие регионов. Каждая из них направлена на улучшение условий жизни сельчан. Ради безопасного передвижения школьников в селе Рудничный этим летом проведены работы по капитальному ремонту тротуаров протяженностью 1300 метров. Госпрограмма Дорожная карта занятости также предоставила возможность временно трудоустроить через Центр занятости шестерых сельчан. В рамках Дорожной карты занятости в поселке идут работы по благоустройству футбольного поля с искусственным покрытием. Идея строительства спортивной площадки около школы, в стенах которой обучается 180 ребят, принадлежит сельчанам. Однако работа подрядной организации «Элитстрой», выполняющая демонтаж и возведение футбольного поля, на взгляд главы города Текили не выдерживает никакой критики. «Все, косо, криво, выровняйте, сделайте как положено. Смотри, вот депутатский корпус контролирует, общественность контролирует, блогеры, журналисты будут контролировать. Значит, это народные деньги. Ты понимаешь, это Дорожная карта занятости?» К сведению, общая сумма данного проекта составляет более 25,5 миллионов тенге. В обустройстве футбольного поля задействованы 12 человек, шестеро из которых трудоустроены через Центр занятости. Однако сроки сдачи спортивного объекта, по мнению главы Моногорода, необоснованно затянуты. «Они должны были завершить 12 июля. Вот 12 августа месячный срок проходит. Если до 12 августа они полностью не завершат, с резиновым покрытием, мы материал передадим в суд». В свою очередь, сдача в эксплуатацию водозаборного сооружения в селе Рудничный идёт к завершению. На строительство этого объекта в 2019 году по программе развития регионов было выделено более 30 миллионов тенге. Как утверждают специалисты, с появлением нового гидротехнического сооружения, сельчанам стала доступна вода трёхуровневой очистки. «Здесь построено из трёх камер, которая составляет 50 кубов воды. Для посёлка идёт очищение, отстаивается. Потом идёт 750 метров до первого колодца. Там у нас гасительная, так как сильный поток по трубе. После гасительной уже подаётся на фильтрацию, где фильтруется вода, хлорируется и подаём в посёлок». Благодаря господдержке новое водозаборное сооружение обеспечит качественной питьевой водой 1040 жителей села Рудничный. Евгения Присяжная, Мадиба Ибасынов, телеканал ЖТСУ. Штрафов не будет. В связи с карантином иностранные граждане, срок действия визы которых истёк, без привлечения к административной ответственности могут покинуть Казахстан. В связи с карантином все иностранные граждане, находящиеся в нашей стране, имеют возможность продлить срок пребывания на один месяц. Для этого им необходимо обратиться в Алматинское областное управление миграции, расположенное по адресу город Талдыкурган, улица Балпу-Би-31. Благотворительную акцию провели депутаты Талдыкурганского городского маслехата. На собственные средства они закупили самое востребованное на сегодня оборудование – кислородные концентраторы. В Алматинской областной больнице количество концентраторов кислорода увеличилось ещё на 7 единиц. Стало возможным это благодаря депутатам городского маслехата, которые изъявили желание внести свою лепту в борьбу с пандемией и приобрели их за счёт собственных средств. По словам врачей, теперь аппаратов, снабжающих кислородом нуждающихся в этом пациентов, имеется в провизорном и инфекционном отделениях больницы в достаточном количестве. В областной больнице в провизорном отделении наблюдается 112 пациентов с пневмонией. В больнице 64 концентраторов практически на сегодняшний день хватает по тяжёлым пациентам, которые есть необходимость кислородных концентраторов. Как подчеркнуло руководство медучреждения, это уже третья благотворительная акция. Общими усилиями неравнодушных жителей Житцузского края безвозмездно на баланс больницы передано уже 29 концентраторов кислорода. Стоит отметить, что подобного рода мероприятия проводятся и под началом Общественного совета Талдыкургана. По его инициативе в городе создан специальный штаб, занимающийся сбором средств в борьбе с коронавирусом. На сегодня мы ещё дополнительно взяли по больницам на 5 миллионов лекарств сегодня тоже оплачиваем и раздаём. Эти лекарства бесплатны за счёт фонда. Ну и мы самое главное стимулируем работников. Особо отличившихся работников, это будет врач, медсестра, их мы будем примировать. Отметим, что в связи с резким увеличением инфицированных коронавирусом на базе Алматинской областной больницы в прошлом месяце было развернуто инфекционное отделение. На сегодня в нём получают стационарное лечение около 100 пациентов. Всего количество выздоровевших и выписанных из провизорных инфекционных отделений областной больницы составляет почти полторы тысячи человек. Айнур Мирханова, Асиат Дюсенбек, телеканал Житцу, Талдыкурган. Асиат Дюсенбек, телеканал Житцу. Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, отвергает обвинение передачи личных данных пользователей правительству КНР. Официальный Пекин заявляет, что давление Вашингтона на TikTok под предлогом защиты национальной безопасности противоречит принципам рыночной экономики. Город Линчолинг в Центральной Швеции известен главным образом как индустриальный центр. Но Элизабет Вейдель создала прибыльный бизнес, не покидая этой урбанизированной зоны, занявшись животноводством, а точнее разведением шмелей. Для успешного выращивания мохнатых опылителей ей понадобилось только закрытое помещение с постоянной температурой и инфокрасным освещением, чтобы не беспокоить своих питомцев, которые в естественных условиях поселяются в заброшенных мышиных норах. Шмели пользуются чрезвычайно высоким спросом в парниковых хозяйствах, так как способны повышать урожайность тепличных растений, таких как томаты, до 50%. Трудятся они над сбором нектаров, усерднее бедоносных пчел и никогда не нападают на людей. Новый поворот в деле футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые получили реальные сроки за драки в октябре 2018 года. Мосгорсуд изменил приговор. В соответствии с ним, с полузащитника Ростова, детского тренера Александра Протасовского, а также Кирилла Кокорина, были сняты обвинения в хулиганстве, а лишение свободы, которое они отбыли в прошлом году, заменено на год исправительных работ. При этом приговор и наказание нападающего Спартака остались прежними. Теперь частично оправданные фигуранты дела могут рассчитывать на реабилитацию или денежную компенсацию. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что пока неизвестно, воспользуются ли этим правом его подзащитным. Он добавил, что за незаконное привлечение к уголовной ответственности прокуратура должна принести письменное извинение. На этом у меня все, а мы с вами встретимся в 21.30. Субтитры создавал DimaTorzok